Бои небесные, утешители души истины, И живет с детства, и вся исполняет Сокровища благих, и жизни подателю Приди вселися мы, и очистены От всякие скверны, и спасти блажен души наши Господи, благослови наши занятия, Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания смысла Сохрани нас с любви друг от друга Единомыслия, согласия перед Словом Твоим Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец Сын И Святой Дух, пранетный Садись сюда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Аминь Аминь Послание к евреям, святого апостола Павла Вторая глава, семнадцатый стиль Посему Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы милостивым и верным Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Посему Он, в большой буквы Христос, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа Толкование Раз, говорит, Он благоволил принять нашу природу то совершенно последовательно было Ему во всем уподобиться нам то есть родиться, воспитаться, возрасти, претерпеть все, что следовало наконец умереть это и значит уподобиться во всем Не для чего-нибудь другого, говорит, Он принял нашу плоть как для того, чтобы через нее помиловать нас и восстановить глубоко падших Каким образом? Сделавшись нашим первосвященником и нося ту плоть, которую Он воспринял от нас, вместо другой какой-либо жертвы, чтобы очистить нас от грехов и быть нашим посредником пред Богом Ибо мы были во вражде с Ним Далее Верным, вместо истинным, который мог бы исполнить дело первосвященника Ибо это долг истинного первосвященника освободить от грехов Тех, в коих Он есть первосвященник Или что Он приятен Богу в своем посредничестве пред Ним Показал, что значит верным пред Богом То есть, чтобы очистить грехи народа В этом великое доказательство Его любви Что Он сделал все, чтобы загладить грехи Почему не сказал грехи вселенной, но народа Потому что Господь, прежде всего, имел попечение об иудеях Ради которых Он и пришел преимущественно Чтобы, когда они спасутся, через них спаслись и прочие Хотя и вышло наоборот И ангел говорит Кеосифу Ибо Он спасет людей своих от грехов их Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих Таким образом показывает здесь благородство иудеев И какого попечения они были удостоены от Господа Вопросы? Все понятно От чего Господь нас спасает? Грехов Грехов Каким образом? Покаянием Милости у Бога жертвой за наши грехи Он пострадал за нас, принеся себя в жертву Он искупил наш грех собой Ну а мы уже каяться, конечно, домой Если бы жертвы не было, то и грехи бы не были прощены Да, какое Писание говорит? Возмездие за грех смерть Это Бог так сказал И Он не может этих слов отречься То есть, если Он сказал Адаму еще Смертью умрешь, если не послушаешься Непослушание Богу есть грех Христос, Бог, есть Слово То есть, Евангелие написано для нас, чтобы мы уверовали И спаслися грехов Он Слово нам свое дал И мы свою жизнь должны сопоставлять Так ли мы живем, по Евангелию или Радость какая, надо говорить Что горе-то, что нарушаем А радость, что за наше нарушение Христос вознес Себя на крест Вот, слушай, какое Он дает утешение Упал, встал Зато, слушай, Он говорит Упал, встань, иди Не отчаивайся Кайся, иди, кайся, иди Снова, как лесной Он такое утешение дает Что именно покаяние, оно поможет тебе Только не отчаивайся Только не лежи Упал, вставай, иди вперед Да И вот такое сравнение Почему вот именно Господь отображается в виде армиица По-нашему сказать, игненка Именно это живот Вы когда-нибудь видели, чтобы Овечка лежала в луже грязи и хрюкала Нет, оно споткнется Может там запнуться И она вот так вот Отрясется и дальше идет То есть ей не свойственно Этому животному быть Вот, как вот То есть это не ее среда Поэтому мы, христиане Не отчаивайся, как овечка Мы можем поспоткнуться Дьявол у нас спотыкает, запинает Где-то вот эти грязные лужи расставляет У нас есть пастырь Слово Божие Мы, минуя вот эти вот все грязные лужи греховные Ложны дойти до Царства Небесного Ну а коли уж споткнулись, упали Конечно, тут не надо нам лежать Нужно из этого греха вылазить Со своей помощью из греха Вылезти они невозможно Человекам, когда спрашивали у Христа А как же это возможно? Кто же может спастись? И Христос говорит, человекам это невозможно Наша природа по душе христианка Нет, не христианка Она в Раисе была христианка Язычница То есть Человек должен переродиться То есть он из мертвого такого греховного состояния Стань спящей, воскресни из мертвых Вот сегодня Игорь Тихонович говорил эти слова Не освятит тебя Не освятит тебя Христос Сколько раз проснулось? Два раза больше посещаемость И вот он, Христос Должен был уподобиться нам, брать То есть взять на себя вот эту вот плоть Бог невидимый Воспринял нашу плоть греховную И беспрекословно великое благочестие тайно Бог явился во плоти Оправдал себя в духе Показал себя ангелом Видите, он даже ангела не видел Он весь показал себя ангелом Проповедан на годах, принят верою в мире Вознесся во славе Какое-то место написано Место какое-то написано Первое Тимофея 3.16 Первое послание Тимофея 3.16 Продолжаем чтение евреям Вторая глава 18 стих Ибо как сам он претерпел Быв искушен, то может и искушаем им помочь Толкованием Это, казалось бы, уничижение Смиренно и недостойно Бога Когда Павел говорит о плоти Касается всего уничиженного Однако, не недостойного плоти И нет ничего удивительного Когда и об Отце Не воплотившемся Писание говорит Многое человека подобное И униженное Двоеточие Господь с небес Призрел на сынов человеческих Чтобы видеть Псалом 132 И сойду и посмотрю Бытие 18.21 И многое Множество тому подобного Посему гораздо больше Сказано относительно Христа Воплотившегося и пострадавшего Во плоти Особенно же для полного Успокоения слушателей И по причине их немощи Ибо и люди считают искушением Вернейшим из всех средств Смысл слов такой Он не знал Не только как Бог Но и как человек Искушенный во всем И самая плоть Христа Претерпела много страданий Он знал Что такое искушение Посему Может помочь Иначе сказать Готов Быть Всегда Сострадательным Есть такое выражение Каждый мнит себя героем Видя бой со стороны Вот А Господь не со стороны Он принял на себя Нашу плоть И был искушаем Да еще Как был искушаем Вспомните Три искушения Христа Кто бы мог устоять Ты голоден Ну сделай Камни хлебами Казалось бы Ну а что тут такого Действительно Что я с голоду буду умирать Нет Господь устоял написано Не хлебом единым Мы жив человек Но всяким словом Исходящим Мы оттуда Божьем Народу-то сколько Иначе Никого больше нет Да раз тебя посади Хоть сюда Рядом Иди сюда Время придет Может он займет Наше место Так Посели Иди рядом Еще неизвестно Посели Никого еще Получится А кого учитель Садись Рядышком Тебе все время Чтобы рядом сидел С воспитателем Да конечно С воспитателем Послание к евреям Третья глава Первый стих И так Братья святые Участники В небесном звании Уразумейте Посланника И первосвященника Исповедания Нашего Иисуса Христа Толкование И так То есть После того Как я сказал Что Таков он Первосвященник Верный И милостивый К нашим грехам И могущий Помочь Посмотрите И вы найдете Что это Совершенно так Сказал Участники В небесном звании То есть Мы призваны Туда Ничего не должны Здесь искать Там Награда Там воздаяние По причине плоти Все уничиженное Как часто Говорится Так апостол Говорит Потому что Послан Ковцам Дома Израилева Первосвященник Исповедания Нашего То есть Веры Ибо Он Христос Первосвященник Не подзаконного Служения Но Нашей Веры Хочу Обратить внимание Что это Послание Апостол Павел Пишет К евреям И он Даже в начале Не подписывается Потому что Евреи Во всех Посланиях Коринфянам Ефесянам Везде Апостол Павел Раб Иисуса Христа Здесь он Не подписывается Чтобы В самом начале Чтобы они Прочитали Потому что Если сразу Прочитаешь Что это Павел А это Павел Они его Ненавидели Поэтому Он Хочет Объяснить Евреям Которые Не приняли Христа Распяли Он Пытается Объяснить Кто Такой Христос Они Ждали В нем Земного Владыку Чего Сейчас Многие Сектанты Ждут Тысячелетнего Царства Христа На земле Это Утопия Утопия То чего Не будет Не будет Царства Христа На земле Оно Сейчас Здесь Уже Идет В некоторых Сердцах В ком Христос Живет Христос Говорит Не придет Заметным Обратом Не будет Коммунизма Вот этого Что рай На земле Хотели Построить Не будет В отдельном Взятом Сердце У отдельно Взятого Христианина Царство Небесное Уже Здесь Сейчас Есть Он Примирился С Богом Вот И Господь Его Царь Он Повторит Записывай Пожалуйста Ты умеешь писать Пиши Спасибо Я не совмещу Не совмещу Это Слышан Написано Не совместим Жизнь Повторит Второй стих Евреям 3.2 Который верен Поставившему Его Как и Моисей Во всем Доме Его Толкование Намереваясь Изобразить Преимущество Христа Перед Моисеем Апостол Ведет речь О первосвященстве И говорит Что Как тому Так и Другому Верен Был Народ Но Христу В большем Сначала Не показывает Превосходство Христов Чтобы Они Не Отвратились Ибо Хотя Они И были Верны Однако Все еще Были Преданы Моисею Пока Уподобляет Господа Ему Говоря Что И он Верен Отцу Который Поставил Его Перо Священникам И Апостолам Здесь Речь Не о Существе Но О Поручительстве Верен То есть Доброжелательный Предстательствующий За тех Кто Принадлежит Отцу И Не допускающий Чтобы Они Погибли Напротив Ищущий Спасения Их Как И Моисей Во всем Доме Его То есть В народе Домом Называет Народ Как И мы Обыкновенно Говорим Ибо И Моисеевым Назывался Народ Как Например Исход 32.7 Развратился Народ Твой Подобно Попечителю Говорит И Распорителю В доме Был Моисей В народе Вопросы? Есть? Тараси Все Понятно? Где Вас Вопросы Есть? Мне Вот Интересно А Раз же Он писал Не верующим Евреям И Там Сказано Наши Веры Он Писал Евреям Вообще То есть В то время Были Евреи И верующие И неверующие И Называющие Себя Верующими Как и сегодня В православии Есть православные Есть называющие Есть лжебратья Но послания Православные Кому попадет То есть Писал Он Понятно Что Верующие Общие Но Среди Них Были Бражения Они Метались От Законок От Ветхого Завета Одни Считали Что Нужно Обрезываться Другие Считали Что Не Нужно Теперь Обрезываться Он Примерял Язычников И Евреев Язычники Как бы Перед Евреями Браво А евреи Перед Язычниками Вот так Вот Да Так Я Анатолий Вопрос Задам Допустим Сейчас Получили Письмо И воззвание Послание К старобрядцам Поясни К кому Послание Конкретно Сказали Вот пожалуйста Старобрядцам Разнесите В их молитвные Дома В храмы Ну К старобрядцам Название К старобрядцам Куда нести Кому Ну не знаешь Да В первую очередь Белокреницкая Иерархия Которая священствует Новозып Так сказать Все И другие старобрядцы У которых нет священства Там больше Пяти Десяти названий И мы должны Всем занести Потому что Конкретизации нет И Сергей Павлович Так и объясняет И верующие были Которые Уверовали По новому завету И которые не уверовали А которые уверовали Доказать еще не могут Здесь он доказывает На основании Ветхого завета Первого священства Христа И поэтому Мы должны узнать Почему Павел начинает Павел Раб Это послание Нету Заголовка Все послания 14 13 Подписал А одно Не подписал Мы должны Вопросы ставить Почему Если ты не считал Значит Я могу пояснить И он Затоус объясняет Они Не терпели Вот я Допустим Сейчас Напишу что-то Я в конце Напишу Игнатий Лапкин Старообрядцев Ни один не примет Но если я Их знаю Сейчас напишу Они меня везде Восхваляют Старообрядцев Ой Как Игнатий тут говорил Сейчас Никого у Старообрядцев Нет Кто бы с ним В диспут Вступил Был один Евгений Бобков Он погиб В автоканстрофе Вот он бы мог То есть они думают Что мог Почему Разве я против Старообрядцев Нет Ну Надо выделить Главное А они говорят Вот так там Никоньяни Где-то Надо прислушаться Я говорю Вы старообрядцы Вы старообряд Только соблюдайте Это нас так Враги назвали Нет Позволь Я сегодня Получаю только По благословению Иоанна Устинова Стоит там Силыан И Старообрядческий Это не враги называют Врагов никаких нет Вы сами себя так называете Это нас враги назвали Но меня обозвали Страшными словами Но я нигде не подписываюсь Иритика Игнатия там Или как-то Это они меня назвали Враги И апостол Павел Тоже его назвали Говорит Эти всесветные Возмутители Пришли сюда Он же не пишет Павел Возмутитель Церкви Он так Это враги назвали Но я не возмутитель Вот надо Значит здесь Сказать Что у старообрядцев Конкретно Они должны Теперь переменить И написать так Мы Длинное получится И сказать Мы православные Придерживающиеся Всего Как привез Я с Владимир Это будет Отвечать Действительно И литургия Причищаться Не чаще Четыре раза В год Ну то есть У старообрядцев Это немыслимо Чтобы сунулся И причищался Этого нету Почему стоишь Там страшно Там каноны У нас же это есть Высчитывать А ничего нет Подойду Вот подожди Я спрашиваю Александра Невской Она задает вопрос Батюшка уехал Библиотекар Что оставил Отмечать Ну она говорит У меня тоже вопрос Какой Ну сын у меня Андрюшка запился Я не знаю Что делать Если бы я раньше Не пришла Он бы задохнулся В блевотине Но я пришла Прокинул А с него вытек Он живой Что делать Батюшке нет Но он бы сказал так Приди И пускай Причастится Может быть Повлияет Его в храм Нельзя запускать Пса смердящего Это как будто Лекарство какое Это дающая жизнь Кто живет Вот Человек Сделал грех А эпитемию Священник не наложил Оба смертные Кто Причищает И кого Причищает Два мертвеса Это не просто так Но человек На него Батюшка не наложил Никакой эпитемии Допустим Она сделала аборт 10 лет от учения А батюшка не наложил Она пришла Через 40 дней Причастилась Она умерла И он умер И христиан Это не шутка Для многих Слово христианин Есть пустой звук Вводящий Других в заблуждение Я прошу Здесь не спать Я сегодня Про это говорю Спящий Это мертвец Стань спящий Воскресне Из мертвых Вы думаете Мне это надо Что ли Мне лучше Когда вы спите Не мешайте По крайней мере Это же опасно Мы говорим Очень важных вещах И ты Анатолий Эти вопросы Должен вставить Ну ты пришел Отстоял Ушел Это в любом храме Московской патриархии Пришел Никого нигде нету Ну Чернявская Как Обратилась Я гляжу Какие-то люди выйдут И кучкуется Прямо около храма И один раз Я насмелилась Подошла А вы еще здесь А вы кто такие Все же в разные стороны А Игорь Третьяков Он и ответил Что А мы собираемся У нас занятия есть Занятия Ой я так хочу А где А кто Ну знаешь Она пришла Начни То ты ждешь Кто-то А кто Ты скажи Мне Бог Дал это услышать Господи Благослови меня Ну как Господь говорит Кого мне послать Это осталось в силе Кого послать Кого послать Никого нету Господь говорит Я вижу пролом В доме Божьем Там дыра такая Там свиньи все заходят В проломе Божьем Я искал Кого поставить Бог говорит Ты никого не нашел Всем разве сидеть Никакой Это с нас Трое Спросятся А Исаия говорит Меня пошли А Господь Род твой нечистый Ну мы поправим Херувим Там Серафим Подошел Клещами уголь взял Провел ему По устам И говорят Это дал причастие Сомнительно Если человек нечистый Дал причастие Нет Нет С этим я не могу Согласиться Так это Зландоу сказал Значит он сказал О другом моменте Когда он очищенный Во всем Кроме умения Проповедовать Это талант дает А кто Ты выйди сейчас Скажи Я Так отец Никола Благослови меня пойти Евангелие там раздавать Другим говорить А так жизнь кончилась И обернулся Никого нету Но ты пришел на стадион Там бегают Прыгают Там бросают диски Ты пришел Постоял и ушел Деньги заплатил Какая тебе награда Что ты был А я болел Болел Лежи в больнице Нет Я не так болел Я переживал За тобой Наша Ура В гол Да ты за это ответишь Чего ты болел Нервы рвал Ну ты же Не участник этого И Павел говорит Бегут все И ты беги Но не так Чтоб только Борьба без правил Биться руками махать Промазал Тебе врежут Кверх ногами Он соскочит И не знает Куда идти Награды нету А награда большая Полтора миллиона долларов За одну борьбу Там зал Сто тысяч Наверное И он на это Тренируется Тренируется Сейчас у русских Боец снова Его прозвали Кувалда И он написал На майке Кувалда И вот ее бьют Он закроется Который с ним Браг то бьет Его А он как будто Нечисто Он бьет А сам поглядывает Между руками Это как один раз Размернул его Как будто голову оторвал Один раз ударил Его проверяют Что челюсть сломал Челюсть То есть Павел говорит Это Ресталище Стадион Беги Чтобы получить награду Награду Бог так не даст Не увенчан Ни одного не будет Ефрем Сирин говорит Когда люди явятся На суд Божий Спасенный Над ними будет написано Милосердный Кроткий Феофил Плачливый То есть Какая у него Главная была Апостол Или мученик Исповедник Что нам На этом нимбе Будет написано Сидел Прятался Ну как Вирус охранил Я же ходил Господь говорит Знаю В платок Завернул и спрятал Еще с ним было По рукам и ногам Сбежите И бросьте В отьму кромешу Почему ты не отдал Чтобы прибыль была Я никогда не знал Что я на пленке Начитаю Примерно сказать И мои пленки Будут приносить плод Они раскатились С них копии снимали И один человек Там Тимиртау Такой город есть И он Слушал И Все время тревожился Все не так у нас Ну почему Ну кто это говорит Я не знаю И вдруг в их область Попала одна из этих книг Моих Он считает И говорит Ну прям до того похоже А тут адрес И он по телефону позвонил Это пленки ваши были Про это Я говорю Да А можно к вам приехать А еще чего Хватит Зачем Я считаю книги И положил трубку Он не успокоился Походил А почему он мне не разрешил Книги я считаю Давай книги снова считать Проходит время какое-то Звонит Ну разрешите к вам приехать Я говорю Зачем Ну я умею помогать Я плотник Строитель А как звать Михаил Михайлович А фамилия как Кальмар Кальмар попался Ну ладно Приехай Вот он приехал И нынче Мы дома два приобрели До детей И он там все это делает А началось чего С пленки Которую я говорил В годы 80-е И она сработала Это не зарытый талант был А теперь он там Везде проповедует И говорит Я то ли тебе просто говорю У тебя и фамилия такая Ты знаешь как переводится Восточный То есть Вот Восток свыше То есть ты Христов И поэтому Умножь талант Ты сколько здесь слышишь Мы же не враги Христу Мы собрались Чтобы Выслушать Что нам Господь повелит Мы молимся Потом поднимаем руки Потом стоим Господи Что ты скажешь Кому идти Поэтому обида Огорчение Для верующего Это награда Блаженно Когда вас будут поносить Трепать вас Велика ваша награда Мы Восточный Говорит как адамант То есть как алмазные Нас Господь избрал Вот это имей ввиду Я больше тебе говорить не буду А ты сам У тебя тетка какая верующая Можно к этому моменту Игнать Тихонович Вот Я вас спрашиваю Вот Вы как раз сказали Что надо идти не сидеть Вот я во вторник С полей ходила На художественную школу Выхожу из Своих ворот Девушка стоит Чуть не как вот Почти Плакат Чуть-чуть поменьше Написано Всякий кто призовет Имя Господне спасется Ну и что Ну надо же Именно у моих ворот Стоит на Аванесово Машина едет Я верующий кто призовет Я верю Да Я к ней подошла Мы хоть торопились Визитку сразу Достаю Потому что долго нет Я говорю Кто Наверное 50-ники Она говорит Да Я говорит Обратилась Я услышала о Христе Обратилась сама Родители пришли Все Я говорю Ну вы же говорю Знаете что Сектанты Нет Это еретики Не спасаются А сектанты Это отсеченные С первого слова Сразу еретики Вот Но она так Все Она принимает Она говорит Я очень хочу спастись Я говорит Верю что Истина может быть Другая Я очень хочу спастись Я говорю Вы зайдите Посмотрите Говорю Вы А то всю жизнь Проповедуя другим Можно самому Остаться не спасенным Но какое Какое желание Девушке лет 25 Помолитесь Анастасия Она хочет спастись Она не упертая Сектантка Она просто нашла Там место Хорошо Молодец Хорошо Ты хоть маленько Я бы ей что-то рассказала Маленько рассказала А ты сразу Не ну мы маленько Ну маленько Хочешь что-то скажи А то она даже не высадит Сначала визитку Расскажи чуть-чуть А потом скажи Вы знаете Церковь когда вот есть То-то-то-то А вы не церковь Я сказала Ну а то сначала Зашла А ты летих Да ты как старая Не совсем так Просто я основное Сказала Это хорошо Неправильно сказала Неправильно сказала Вот видишь Какая ревна Рассказала А мы вот Правда Человек только обратился И уже он хочет Чтобы все спаслись Он идет пропаган Ну а другой так Пошел Он говорит так Диалог не удался Сразу переходим К оскорблениям Второй этап Давай У старобрястов Антракт молчания Вот между сценами Он затянулся На 400 лет Ни одного миссионера Не было Вот газета пришла Где храм открывает Где источник бьет Потом С второй попытки Нашли отшельника Знали где-то там Там Два раза не могли Пройти следопыты Наконец его нашли Ну какая мне От него польза Он зарытый талант Вы его покажите Что не этого Бог призывал Он не сказал Прячься Говорит Идите по всему миру Не сказал Идите Ищите трущобы Дупло Один в дупле Там Тихон спасался Дупло Большое А другой построил себе Семен Столпник Другой убрал крышу Чтоб снег Град его долбил Ну Мазохизм называется Это слово Разве Бог к этому призывал Он говорит Вы храм Бога живого Вы Береги этот храм Ну не на таблетках Пораньше встань Как у нас Пример Серапима Гавриловна Потеряевки 92 года уже 92 Ее Не увидишь Чтобы она лежала Она в огороде Все делает Пришла Один раз Говорит Руки опустилась И молитв Я говорю Сразу гимнастику 92 года Гимнастика Уже вечер И давай Давай поклоны Помолилась А ночью Упала с кровати А сын в другой комнате Услышал Прибежал А она лежит Он Не трожь Говорит Меня кто-то Как будто ударил Руки мягкие Такие хорошие Я полежу еще То есть Как будто Ангел поднялся В постели Она все Трактует по-своему Ангела Руки Наверное Меня подняли Ты потом Сама поднялась Ничего нет Не ударилась И операцию делали Я не знаю Глаз или что Так хирург По всей больнице Разнес И говорит Бабку какую Привезли Я говорю Режу А она молитву Считает За меня молится Вслух 92 года Ни разу В храме И никто не видел Что она сидит А у нас Говорю Встанем все Для молитвы Некоторые сидят Почему больной Как больной Как раз ты Встань на 7 минут И ты здоровее будешь Это общая молитва Вот так Маленький вопрос Я хотел задать Не по теме Просто чуть-чуть Скажите Вот когда сегодня Выступила Галина Александровна Вот она Голубушка сидит Все рассказала Притом Все рассказала Правильно Но совершенно Противоположное Как бы Говори я Там Николай Выступил Хороший Оратор Я стал говорить Почему дальше Разговор не пошел Ну я сказал Почему дальше Спорт не пошел Обычно как Один выступает Второй Третий Ну как только я выступил Ша Говорится Никого нету Что я в рот Залез к ним Почему никто дальше Не стал выступать Ничего Правильно Сказали А Ну давай Говорю я Вопрос еще А я и не была Вот и все Поэтому никогда Ни в строй Войны не была А то у нас Некоторые сегодня Начинают за Потеряевских Заступаться А сама там Не видела Человека Даже не знает Не играйте этим Я приду Прослушаю Почему после этого Никто не выступил Почему промолчала А все понятно Горя А почему ты то не выступила Почему я не выступила Я сидела Вас внимательно Слушала То что вы говорили Вы нисколько не опровергли Возмущение Так сказать Людей извне Вы не опровергли их Не опроверг Да Вы сказали Что Сережа Да Не прав Там в своих высказываниях Какие слова Я их не опровергаю Я просто их В яму сбрасываю Все А они ничего не знают Зашли не в то место Ну человек Вот зашел в храм И сразу Эй пап Неправильно говоришь Надо вот так ходить Кто Под руки его и вывели Он зашел в храм Который у нас есть Посмотри Какие ролики Каждый день выставляю Библию Начитана вся Библия По номерам Всего златоуства Всего жития Всего добротолюбия Все Ну Нет таких Нет таких Каналов Просто нету в интернете Найдешь Покажи Поэтому то и ничего не было сказано Потому что здесь открыто все Причина только одна А не потому что Вы меня уважаете И побоялись Не бойся Я объяснил Как это выглядит Как сегодня Впереди еще ролики Как он его увозит домой И приехал там Говорят Как Вася благодарит А после этого Его расспрашивают Где-то Да после этого Сейчас еще ролики идут Он чему его учил Вот у меня бы он был Вася Я бы никогда не додумался И собака его И повел Везде Как полноценного Хорошего На лыжах там катается Это Вася На лыжах Вот и вообрази Только Да не просто На собаке Он его полностью Расшелушил У него там Старых подметок Не осталось Вот Гляди на него Он голову поднимает Смеяться может А до этого Ничего не знал Только Бу-бу-бу Резь человечество Потерял А тут сидит Вот так Правда крючком И Евангелие считает А он его допрашивает Какая первая заповедь Как исполнять Ну кто об этим занимался То Но если он брошенный Приговоренный к смерти Собак Делать чемпионами России То это истинно талант Талант от Бога Это нельзя взять Повторяю что Я не дока То есть не со стороны Про собак Знаю И он это знает Уголовный розыск Это намного выше Чем вот где занимается Но что он делает Я бы никогда не сделал Тем более С Василием Николаевичем Ну нет Не знаю Самый короткий срок Сколько он там был Недели две Ну вот и все А можно вопрос А говорили же Что до весны Я не знаю Вон говори Говорили же Что Василий до весны У Сергея Не послушали Да не послушали Сейчас все Я спрашиваю Говорили что до весны Василий Николаевич Побудет Сергей Павлович Если будет послушание Вопрос Условие было поставлено И он на это согласился Согласился И сказал Само собой разумеется Слова какие Сказал Потом когда приехали Я говорю Ну ты будешь его слушаться При Сергее уже На улице еще Ну конечно Так что Он нарушил То что самое главное И поэтому было предложено Или ты в конце концов Будешь слушаться А как я Ученик пришел в школу А я не буду АБВ Мне давай там логарифму Ну позволь Я не знаю Умеешь ли ты считать Так и здесь Так что Почему вы промолчали там все Поэтому не говорите Что я в рот заткнул Или там боялись меня Когда надо Не боитесь То что здесь было С выкладкой Всего что есть Тем более у меня еще Идут ролики Когда Сережа записал Еще роликов пять будет И Володя приехал Как говорит Тут обстановка уже меняется Сейчас зашел Мусульманин один Говорит О вы Это трудно с такими людьми Это я вас так уважаю Это вы так любите людей Сергея А другой Сергею Сергей да выгони его Там советы уже идут Тебе никогда не сделают Он такой негодяй Только пожрать ищет Там отзывов много Против Васи А Сергей Ну внимание Своё дело делает И представь себе Вася Расклеивает Он залез в сумку И не дождется Когда он руку вытащит Все говорят Он еще умер Или что стоя Наконец вытащил Теперь мазать как Он мазать так Мазнет И потом думает А где я родился Второй раз мазнул И думает Вторая мировая Кончилась или нет Да у меня руки замерзли Там не в руках дело Люди-то верят Они про руки не говорят А про именно Такая медлительность Если бы Гитлер С этой медлительностью был Войной Второй мировой Не было бы А Ленин сказал Промедление смерти Подобно Сегодня как раз Дума Сменилась Старая ушла Новая еще не пришла И в этот момент Ленин сунулся И все захватил И он не воевал Корона валялась Она никому не нужна Царя уже не было Так и здесь Научитесь Мыслить категориями Священного Писания Благодарю Вы хорошо Что задели Провасили И так раскрутили Я сказал Не одобряю Сергею За эти слова Там всего тут Одна минута Этого разговора Ну Я еще раз говорю Что мы не знаем Может эти слова Как раз и пробили все Грех А он грех обнародовал Я сказал Давид не боялся обнародовать Кто написал Про бытие Что он со своими дочерями Был все забеременен Никто Писал то не он А о нем Никто не велел Дух святой написал Все писание Бога Духновенное Меня привлекло это Когда я на корабле был Да как же так Никто бы и не знал Про это Кто написал то Кто это так Грех его раскрыл Я уже тогда понял Я понял Бог И что Лот стал грешником От того что узнали Нет Давид согрешил Два смертных греха И то что Нафан Сказал еще Да ты меня не ушишь Я вам казнил бы Нет Он пал и говорит Повиня Согрешил я И Бог простил тебя Ну вот тебе наказание Выбирай Надо научиться Думать именно вот так Василий Сказал Сказал Вот видишь как он Помогать пошел Вот видишь Евангелие привезли Он пошел Помочь разгрузить Ну ладно Так Ну ладно Все Евреям Третья глава Третий четвертый стих Ибо он достоин Тем больше славы Перед Моисеем Чем большую честь Имеет в сравнении С домом Тот Кто устроил его Ибо всякий дом Устрояется Кем-либо А устроивший Все Есть Бог Толкование Вот и здесь Превосходство Которое имеет Господь Пред Моисеем Говорит Что и тот Был верен Во всем доме То есть в народе Однако и он Был один Из этого дома И он Был человеком Как прочие Хотя и святым Но был рабом Вместе с ними Так же Как и Попечители В домах Хотя они И превосходят Остальных Однако они Слуги Вместе с другими Посему Так как и он Был частью Дома То и он Был создан Кем-нибудь И создавший Его Несомненно Превосходит Его А создал Его Сын Божий Принявший Плоть И наименовавшийся Первосвященником Ради него Следовательно И превосходит Смотри Как апостол Начал Со сравнения По плоти А довел До божественности И показал Что творец Несравненно Превосходит Тварь Вы молчите Почему Почему Неактивно Выступаете А вы понимаете Заковых Это вся В чем Апостол Павел Никак Не доказывал Да и не доказать Никогда Что он Он есть сын божий А теперь Все эти посылы Дальше А сын божий Значит Через него Устроил Теперь Переносит На дом Ну кто важнее Кто дом Устроил Или сам дом Конечно Кто строил Но ты Начал Рассказывать О том что Он сын божий Равный богу А это Недоказуемо И Павел Даже понимает Недоказуемо И поэтому Во внимание Да евреи Сегодня считают Они говорят Ну так Можно доказывать Понимаешь Ты сейчас Зайди Из того Что я Царский сын Вот из этого Но это Недоказуемо А теперь Дальше Что бы я ни делал Ты виновен Против царского сына Да какой ты Я сын пастуха Но вначале Это что было Меня назвали Сектантом А они тогда Вышатся В семинарии В академии У сектантов Икон нету Раз я сектант У него только Одна ямка В мозгах У сегодняшних Батюшек Они знают Если я сектант А они этого Не доказали Это недоказуемо А доказать Очень просто Все православное Ничем нету Тогда икон нету А кто-то было Говорит Я видела икону Он все Теперь гнет под это Как его Преподавали Икон нету А тот пришел Есть Что что А Они просто Взяли у кого-то И повесили Когда ты пришел Чтобы показать У него Главный посыл Первый неверный Но он за него Мертвым Сцепился И все Вот сейчас Сцепились Три шестерки Это знак сатаны С чего ты это взял И дальше Его нельзя Сминуть Сатана ему Заклинил мозги Забил Клиния туда И он в этом сидит Теперь в бункере А с чего ты это решил Смотри Чтобы не грохнулось Дело Дело это серьезное Вот сами только так подумайте Как это могло так случиться Что три шестерки Стали Антихристовы Если три шестерки Зачем там говорится Здесь мудрость Сочти Что считать Когда 666 Да нет В этом Что зашипровано Он Человек Сегодня Который берется За шестерки Он даже не понимает Вот Меня просит Получать За него Почтовое отделение Ну можно письма Через нас получать Я говорю Вот через него Барнаул 656 А потом Твой почтовый Индекс 656 А мы 56 Отделили Я пишу 656 Уже две шестерки И 056 А там Это был 016 Тот человек Видимо Взрогнул Напишал Все Зашестерило Даже здесь То есть У него В мозгах Полностью Выклистил Сатана Все убрал Три шестерки Гнилых Воткнул ему Эту занозу И он никуда Не может сдвинуть Он изначально Ложный посыл Сделал Айнэнэн Айнэнэн Там теперь Вот это Раши проводится Где Правильно Там три шестерки Это уже доказано Ну и что У тебя есть права Да он отправ От них не откажется Кто потеряв И бунтует У него права А там у него шестерок Еще больше права Где выдали Где там фиксируются Он даже не знает А вы и нэнэн получили Да без нэнэн Тебя права бы не выдали Машину не продали Но он к ней прилип Без машины никуда Тут он как-то еще Лукавит Да я нет А у меня телефон А телефон тем более В нем сто шестерок И в каждом разговоре Одни шестерки мелькают Это цифровое называется Вот раньше как Надо было пленку проявлять В ванной комнате В прекрасном свете А сейчас никого чака И сколько вот И никакой пленки не надо Что цифры Но первый человек Который сказал Что вот эти наши слова Музыку можно шесть Цифрами А цифры-то всего Только у нас 10 И можно все это Да музыку Да не может быть Ну тебе говорят Нету написания Это никакое Это играют допустим Баха Играют там Чайковского Бетховена И это все цифрами Но цифр очень и очень много Миллионы цифр В каких комбинациях И там для нее отведена такая ячейка Это человек который бунтует против шестерки Он ничего не знает У него знаний никаких Но сатана уже воткнул эту заразу ему И все отравляет Он везде только это ищет И тогда все лжецы Где бы они ни были На него выходят Они родные братья Они лжецы Он знает Они еретики Разницы нету И кто бы что на меня не сказал Он все это сейчас берет И мне посылает Вот сегодня ночью послал Самое безобразное что-то И он был со мной рядом Человек И знает что это не так Я ничего не могу сделать Я с ним соглашаюсь А с тобой нет Но он доказал это Нет Ну как он докажет Но он доказывает Что вы давно в КГБ Там завербованы Ну Ну в КГБ спроси Я что-то выдавал Или нет А вы там стукачем были В лагере Я стукачем был Ну я был двоюродным Племянем Гитлера И что из этого Как ты это Ну ты докажи сначала Ложный посыл Что три шестерки Это сатана Вот страница здесь 752 Но раз 7502 То и 666 Впереди то есть Эту страницу вырвать А ты что с ума сошел Ну любой том открой Если там больше Ну 700 страниц То обязательно 666 Чтоб подойти Он этого не понимает Если где-то едем дорогой И километр 666 Как? Вокруг объехать С ума сойти надо Ну как же его обедешь Когда 666 километр Ну батюшка говорил сейчас Чертова дюжина Это 13 Боятся 13 Боятся 13 число 13 квартиры А тут в вагоне Поезд 13 Вагон идет И 13 место Батюшка говорит Я всегда туда иду Там никого нету Там давят друг друга А здесь никого нету Я один сижу Говорит Пою Благодарю Бога Вы понимаете что? А почему 13 Мортаны Это смерть 13 буква Со словом смерть У них так Смерть называется Она в алфавете Стоит на 13 месте Ну и в народ Так вошло Златоуз говорит Что нам никто Не повредит Кроме нас самих Ну скажите Павлу голову отрубили Повредили ему? Да нет Ну и по порядку От начала до конца Адам себя бы не повредил Что Ева Но Ева виновата Конечно Ну какой плод Ну-ка я вам покажу Да как бы дал Я этим плодом-то И все И с ней больше дел не имею Иди сядь в углу И кайся пока Бог придет Что-то подел по-другому Хоть бы один край Остался не заражен Нет рот развернул И лезет Под каблучник Я говорю об Адаме Не мог справиться Что он голодный был Или что-то А вот дерево такое Хорошее Дает знания Ну много ты узнал Жену ты и без этого знал А что ты у нее узнаешь? У нее знания не было В институте не училась А в теле какая была Такая осталась Больше ничего нету Он ничего не узнал Узнал только одно Слушается хорошо А не слушается Ой как плохо Вот и все Вы научитесь Именно Священным Писанием Размышлять Потому вы промолчали сегодня Что Словом Божьим Я вам доказал Судить преждевременно не надо Самый большой соблазн Самый-самый большой соблазн В мире За всю мировую историю Знаете кто дал? Христос Сей лежит Когда Симеон-то все сказал Нападение на восстание многих Вот Вот кто А почему? Камень претновения Кто на него Наспьется Как так? Сын Божий И хлопнет с лбом И тот разобьется А на кого он упадет Во второе пришествие А то раздавит Два момента Никто больше соблазн не подал Как так? Ну да как так? Если бы как-то А то распяли его Он себя не мог защитить-то А для людей Говорят соблазн Вот для соблазна А для Елены Это безумие А для нас спасаемая Сила Божия Вот этот крест распятия Это самый большой соблазн Как так? Умер Он себя не мог защитить Да кому он может что-то дать? Для двух миллиардов Мусульман Вот это непереходимое Они тогда это все вычеркнули Сказали Он не умирал Сын Мария Мария Сын Мария Иса Был живем взят на небо А Павел говорит Анафиума Кто будет говорить Никак Это Анафиум 2 миллиарда 1300 лет получают Согласно Галатам 1.8.9 Он умер за грехи Он умер Кровью омыл И когда люди говорят Я завет заключил Где завет заключил? Но я в крещении Когда принимал Дал обещание Служить Богу Доброй совестью В воде не заключается Ты только дал обещание А завет дается С пролитием крови Без пролития крови нет В завет вступало Израиль обрезание А Анас Голгофа В завет с Богом вступаем Когда мы поверили Что он умер за нас И приняли его Как спасителя В завет вступили с Богом Когда мы уверовали Господи я верю Ты За меня умер Пойдем Пойдем Перед ним Завет заключается там А окончание Ему показывается Образно Это омытие грехов В крещении Мы кровью спасаемся А крещение Потому что мы поверили В его кровь Без пролития крови Нет прощения Прямо говорит Он не говорит без воды У вас ты понимаешь О чем говоришь Ну тут ты должен понять А где карандаш Бумага-то где Следующий этап Дрессировки Игнательнич А где бумага-то Я ему давал Пиши Пиши У тебя получится Помаленько что-то Не прячь туда Я не прячу Пиши Дети вам смотри Как занимаются Я сказал пересесть Они сразу пересели Ты мне их закрыл Брат С сестрой рядышком Сядь Вот смотри Какой большой Одно слово только сказал Уже на другом месте сидит Все Ты смотри Как мы сдвинули Смотри Тараси Сколько он написал Вот А Тараси заклядно Смотрит Какие ты ошибки Допустишь Под тебя уже Клиния бьет Наверное Давай А можно у вас вопрос Вот Игнатий Тихонович Говорил очень много О этом Числе 666 Да Ну а в чем же Высокрали смысл этого числа Вот почему нам скажем Что число зверя Которое можно ищить И это число 666 Как это понимать Так Кася переведи Что бы сказал Ну число зверя 666 Как это понимать Так Ну и что Ну как его Ну как не понимать Там написано У кого мудрость Если у тебя мудрости нет Тебе и понимать не надо Там написано У кого есть мудрость Сочти Почему боятся его Ну потому что Ума нету Не ума нету И не понятия Не фантазии Не фантазии Действительно Нам нигде не сказано Бороться с шестерками Синенен А написано С грехом бороться Победи грех Это выдумали люди Да нам Когда это исполнится Вот первые христиане Написали Кесарь Нерон А буквы Это как цифры И получалось 666 Ну Городакон умер Тогда пустили Среди христиан Такую утку Что он воскреснет Как Серафим Саровский Перед кончиной века Тоже пустили же Эту утку И он воскреснет А другие Что Иоанн Богослов Воскреснет Нет Никто не воскреснет Прежней времени Никто И будет в прахе Лежать Говорит Пока не придет Господь Мусульмане Всегда спрашивают А кто последний пророк Но не имеет ввиду Их там Который им дал Закон А я говорю Еноха Илия Они не знают Они сразу Развернулись И поехали Я не спорю Ничего Но они Видимо приехали И спрашивают Кто такой Еноха Илия Ну тот Которые придут Будут бороться И обличать Им сила будет Она такая Что кто будет Против Тех Сразу Бог Будет убивать А потом И их убьют Когда начинает Говорить Что Вот что такое Мощь Я говорю Ну это трупы От умерших Трупы Да вы Да вы что-то говорите Это как же так Это мощь Я говорю А что такое мощь Вся ваша мощь В мощах что ли Это трупы Человек умер трупы Да вы что-то Я говорю Ну давайте Разберемся так Это щи мощи И Гнатия Брянщинина А что он сделал Он ничего не сделал Он из житии брал Перетолковывал Больше ничего нету Он не исповедник Не мученик У него нету Ни благовестник Ни миссионер У него ничего нету А Иосиф Волоский Его Он гнал всех Убивал Ему разницы нет Кто там был И он Канонизирует его Я говорю И он умер Теперь что у него Трупы или мощи Мощи А теперь скажите Порок Илья Самый великий порок Да А когда убьет антихрист И трупы Их бросят на улицах Иерусалима Значит У Иоанна Хаилия Это трупы А у Серафима Не труп Вы только сейчас сказали Что те пророки Выше всех Бог только двоих Оставил живо А у Серафима По этих Тысячи были Ну вам понятно Рассуждение А Господь говорит Они спросили А где Он говорит Где труп там Трупом назвал Самого себя Он явится в таком же виде Ну И все Ты его ни с чем Человека не Не сможешь наставить Как вот два места Запомни Трупами назвали Пророка Илья Умершая Убитая И трупом назвал Сам Христос Все Поэтому остальные Все трупы Но что мне смущать Я всегда буду говорить Мощи Святые Вы ответьте Человеку на вопрос Почему На вопрос человеку Ответьте Почему именно Число 666 Именно оно Число дьявола Вот в чем вопрос Почему ко мне-то вопрос Интересно так Почему 77 книг А почему 5 книжей Моисеев Они 6 книжей Эти вопросы не ко мне К нему Который все это Зарядил и дал На все эти Почему Если верить Я на Златоуст Он говорит Мы получим ответ там Там будут листья Для исцеления Какое То есть Вот это почему Тончайшее разумение Как листики Будет даны Вот почему А это не случайно А почему только Человек Душа и тело А на самом деле Только дух и душа Человек дуалистичен А не тройстен Почему Ну тебе что Непонятно то В Библии 666 встречается Только два раза У пророка Исаии Там 66 глава 6 стих И в Новом Завете Евангелие Тиана 6 глава 66 стих И ты посмотри Что там попадает На эти стихи У кого есть Новый Завет Откройте Евангелие Яна 666 Ну это я так Сам нашел уже Нигде я не считал Про это Значит смысл Отчего это так Мы не знаем А почему То скажи Все меняется в жизни У евреев был месяц У них было 13 месяцев в году 13 Последний там Адара Первый Авив Ниссан он назывался Почему Ниссан и Авив Тоже неизвестно А почему так Лунный календарь Лунный А у нас А у нас Юлиановский Григорианский А у Сарабясов Юлиановский А почему Старый стиль называется А Старый стиль Это Вот ты же Ну празднуем Седьмого А не двадцать пятого С католиками А почему Это Юлиановский календарь А кто такой Юлиан Ну Кесарь Рима Он христианство имеет отношение Никакого Ну какой он имеет Когда это до Христа Было А Сарабясов Его держит Ну вам самим-то Не кажется Что что-то странное А католики Там Папа Григорий То он перевел Ошибку 13 убрал И число Допустим 14 А дальше сказали Он назвал Сегодня первое Ну так и пошло Так это Папа Римский Какой бы он ни был Он христианин Он исповедует Христа Пришедшего в плоти И поэтому Новый Завет Вот это Празднуют Когда это Христианский календарь У старобрядцев Языческий И однако Их не убедить никак А почему Да там служба Как будто Грязь на звезду Цепляться будут Почему Во всем православии Я не знаю Знаю Что это не мусульманство Но однако Так как есть Мы должны сказать Да так Этот Юлиановский календарь А приняли Я не говорю Менять надо Но мы должны сказать Что это языческий календарь И мы его придерживаемся Насколько было бы Правильной И придерживаться Лунного календаря Христос только Лунный знал Лунный календарь Везде в Библии отмечены Начало Луны Ну Я должен сказать это Самый правильный Календарь Данный Богом И по нему сравнивают Это Иудеи Евреи празднуют Ну у нас принято Так у православных Я не бунтую Ничего Но Я должен знать историю А сколько Дней А вот это Два чуда Какая бы ни была Религия Какой народ не был Неделя у всех Семидневная У всех Это два момента Которые везде равны По всему миру Это вера Что был потоп И вера в то Что неделя Семидневная У нас говорит Но почему 24 часа А не 20 Это же условно Все 60 А почему не 50 50 как-то лучше Полсотни Секунд 60 Минут 60 В сутках 24 Почему По сегодняшней день Никто не знает Но А бывает что и не так А мы скажем Христос говорит Не 12 часов во дне Да Христос говорит В Евангелии от Иоанна 12 часов во дне Это уже было 12 А почему Вдвоем Утро вечера 24 А что такое 24 Это сакральное Теперь мы увидим И видел я 24 Старца там И все 24 И нам не надо Вопрос даже задавать Так установил Бог Я в это вписываюсь Помоги Господи А почему Никто не знает Ответа нет Иоанн говорит Раз в Библии нет А то мы не рассуждаем Даже Не надо грешить Ответа нет Это хорошо что нет А то бы еще одна секта возникла А так все одинаково Стрелились Ни у кого еще нет И обнялись По нищите своей Ваня нашел 666 Ваня нашел 666 Вы прочитай 666 Громче только С этого времени Многие из учеников Его отошли От него И уже не входили с ним А что впереди написано Почему отошли Слушайте внимательно И сказал для того И говорил я вам Что никто не может Прийти ко мне Если то не дано Будет ему От отца моего Лично это причастие А причастие Там где священство Где литургия А где литургия Там таинство А раз это таинство есть Они не вместили А как это можно И многие отделились Вот это секты Вот она еле здесь И они точно 666 попали А которых католик Это делал Там Степан И другие Разбивали На главы стихи Это не один человек делал Один библиотекарь Там француз Сделал на главы Еще сто лет стоял Одни главы Потом еще один Нашелся И сделал А почему католики Откуда я знаю Почему Мы любим главу Это здорово Но это сделали Не православные Никто это не сделал Сделали только католики И мы должны сказать Да так Так Именно так А вот у нас У православных Было ли такое Который прям Священников Обличал бы со всей силы Мы скажем Только Ян Златоуст Он говорит Никого так не боится Как епископа Но В западной церкви Там где католики У них был Иероним Стридонский Иероним Тот обличал так Что Златоуст вообще Это ласкатель какой-то Он написал Нравственное священство Брошюрку Ее от руки Переписывали язычники От него все Отвернулись А он самый великий Святой Он у католиков И у нас Почему Ну в 420 году Умер Когда еще разделения Не было Он одинаковый здесь У католиков И Златоуст посчитается И все Вот как Он обличил И все люди ушли От него И дальше Его начали испытывать Он говорит Я отвечаю Не верят мне Его еретиком назвали Иеронима Стридонского На это не надо смотреть Мы считаем Дионисий Александрийский Народ был такой Тупой Не образованный Что православных Считали еретиками А еретиков Православными И ни один Ни два А почему Я еще раз сказал Ты во грехах родился И ты ли нас судишь Когда слепого-то исцелили А они ему Убъезды во грехах родился А они выли и довели до этого Вы не учили И поэтому нашлись другие учителя И повели в другую сторону При профессоре Марсенковске Когда он говорил Матрос один хвалился Как мы попов брали Ставили на пень Водой поливали Пока один столб не получался А я потихоньку сказал И ехал Профессор Разве Господь В Евангелии Так заповедал А мы не что Считали Евангелие Да вы Мать-перемать Мы только Крышку целовали Мать-перемать Крышку целовали Вот и все Когда уже Стали расстреливать И когда Еще собор-то был Притихонь Я охранял Там стоял Матрос кто-то И проходил Один епископ И говорит Ну неужели так Христос учил Вот как вы делаете Он ответил Мы тем же словами А мы не знали Что мы только Крышку целовали Диакон выйдет А лед стоит Дальше-то он не дает читать Он опять ее положил Теперь целуете Еще можешь через это узнать Ничего нет А сектанты учат Хоть как-то научат А вот хоть как-то Только уже влево пошло Все Евреем 3 Глава 5 6 стих И Моисей верен Во всем доме его Как служитель Для засвидетельствования Того Что надлежало Возвестить А Христос Как сын В доме его Дом же его Мы Если только Дерзновение И упование Которым хвалимся Твердо Сохраним До конца Толкование Вот показывает И другое превосходство Моисей был верен Как слуга Поставленный для того Чтобы передавать Повеление Господне Прочим слугам И быть на суде Свидетелем Предбогом В том Что им сказано Ибо если Небо И землю Призывают Во свидетелей Как например Внимай Небо И слушай Земля Торзакония 32.1 И Исаия 1.2 И долины Например Слушайте Твердые Основы Земли Михеем 6.2 То тем Более Человека Христос Он же верен Как истинный Сын И наследник Исполняющий Дела Отца По воле Его Поистине Несравненно Различие Между таким Господином И рабом Домом Моисея Был народ Частью которого Был и он Сан И Христос Имеет дом То есть Нас Но если Мы Устоим До конца И не Падем Здесь Побуждает Их Быть Твердыми В несчастьях И не Ослабевать Духом Тогда И мы Подобно Моисею Будем Домом Божьим Хвалит Их Показывая Что они Положили Начало Тому Что Должно Продолжать До конца Хорошо Сказал Дерзновение И упование Которым Хвалимся Либо Всякий Кто Твердо Надеется Что Будет Воздаяние Хвалится Уже Ожидаемым Как Настоящим И Не падает Духом Напротив Имеет Больше Уверенности Когда Претерпевает Несчастье За Любимого Им Христа Давай Я Немножко Дополню Игнать Упомяну Владимира Марцинковского У него есть Фрагменты Есть книга У него Называется Записки Верующего Советую Почитать Очень Поучительная Он там Пишет Как он Был в тюрьме Как там Происходило Приближается Пасха На Пасху Открылись Все камеры Солдаты И узники Давай друга Поздравлять Целуются Поздравляют Христос Воскресе Все это То раз Пасха Проходит На следующий день Опять Говорят Стражники Такие суровые На засову Все закрыли Все И у него Была схожая Сигнать Он сидел И в камеру У него Могли собираться Люди И слушать Слово Божие Вот так Был православный В дальнейшем Хотя он Где-то Официально Не вышел Из права Славя Но По своей сути Он стал Именно Сектантом И все Я был В одном месте Там Психиатрическая Экспертиза Судить или не судить Или он там Шизопреник Беспробудный А мне говорят А вот здесь Лежал священник Или ферий Ну я про него Считал Он Храм Перестроится И кто В советское время Там Ну 75-й год Или где-то Его взяли Ему 73 года Я сейчас Не знаю Где-то В Белово Кажется Или он там был В Кемеровской области Ну и там У него что Обнаружили денег По тем временам Это огромная сумма Он говорит Я до храм Это готовил И собирал Ну на храм Ну на храм Ладно-то А 500 литров Спирту Зачем вам Очки протирать Ну 500-100 литров Спирту Очки-то протирать Да Это можно вообще Глаза выжечь Самому себе Очки протирать И так и пишут Но замешан был В этой Уполномоченной По религиозным культу И вот он лежал Сколько до меня было Я разговаривал Ну как у вас день-то проходил Да никак Ну иногда шахматы Принесут Поиграли И как у меня Проходило Я никого не встретил А потом я понял Да и не могло быть Вы не готовы были Каждый день Бог меня поднимал Господь В 4 Минута в минуту В 4 часа А в 6 только Звонок раздастся Каждый день Разбивал на 5 Я знал На 5 Периодов где-то Каждый период Это по 1 час Или по 1,5 Псалтырь Просчитывал Каждые 2 дня Снова Псалтырь 2 дня Псалтырь И одновременно с этим Каждую неделю Полностью Новый Завет Как же мне не знать Я проторил И каждый день Почти 2 часа Проповедовал Открыты были Камеры И охранники стояли Да может быть Мировой истории Этого не было Я спрашивал Кто сидел По 7 лет Там Даже не слыхали И никогда не Да вы что А у меня приходит Майор В камеру Раздевается Китель вешает И мы сидим Беседуем Я сказал Бумагину Он бумаги Пачку принес Преступник Я 6 раз Арестованный Сижу Но я даже не слыхал Этого Почему Господь Вот как Бог делает Проходит Неделя Меня начальник тюрьмы Опять себе вызывает И мы сидим Беседуем Вопросы додает Умер по-христиански Полковник Следователь Принял Правильное крещение С трехратным погружением Здесь У отца Георгия Титова Как это Бог Вот теперь На дело Когда пришли И нет А они Меня там Клеймят На воле В это время Клеймят С сектантом И прочим Вот ко мне Приходят Священники Диаконы Я открываю Курсы Переплетчиков Я профессиональный Переплетчик Реставратор И Священник Тут был Михаил Скачков И он у меня Учится Чтобы Уметь переплетать Кому-то Когда меня посадили А они В Красноярском крае Город Красноярск Там Гурдин Отец Александр был А матушка у него Анна была Огонек И сидят И они А разговаривают Они вообще А вот Игнатий Это он Никогда ведь не признавал И они все на это И она не вытекла Она на стол подает Молча А тут остановился И говорит Кажется Архиерея там была Говорит Как вам не стыд Да врете Сидите Ну ты-то Михаил Был у него Учился переплету Ты же видел У него места нет Свободного В одни иконы Вот как Вася Сразу сгорбатился И все И до конца Уже не поднимался Вы он говорит Там мерзнет Неизвестно как А там Пронесит На стужу Морозилки А вы сидите В теплом месте И клевещите Непрерывно Что интересно Меня когда выпустили Только-только выпустили А священники Которые на меня Лгали-то Они не знают Сергей Бурдин Сразу позвонил Что? Попы Кончился ваш покой Игнать Это выпустили И теперь Он гремел Сапогами Там написано В нашей редакции Припоминал Попам Старые грехи Говорит И строил Потеряевку Вот и все Нам нужно научиться Именно Слово Божие Вникая И смотрите Как действовало Оно тогда А как сейчас А почему Ну вопросы маленько Можно задавать Вот спрашиваю Почему нет Послания Все подписаны А Коринфянам 2 Нет 3 Он в первом говорит Первое мое послание Назвать первое Когда прочтете Его нету Павел писал Кладикий Само Его нету Он Колоссян Напишет Когда Прочтете Ладитийское Тогда Которое вам Колосся Им отдайте А его нигде нет Отдавать нечего Почему Потеряно было Не было Может переписано При аресте Все забрали Ну это Должен Знать Но это Полезно Поэтому Мы всегда Старались Иметь Несколько Копий Вот сейчас У нас Работает Чтобы все Наши Архивы Все Сделать И переслать В Испанию Не в Германию А в Испанию И нашелся Человек Мы его не просили Он выслал Деньги Тысячу евро Купили На что записывать Диски И сейчас идет Работа Так вы открыто Говорите Он Скрывать нечего Зачем Мои Эти Сайты Какие-то машины Или люди копируют Есть они Там в Индии Там Или еще Где-то Посмотрели Уже три Нашли Кто это Копирует Их И на них Люди Ну то есть Они Это Бог делает Я просил Господи Дай нам Это В самом начале Десять лет назад И сейчас Нашелся человек Звать ее Ирма Ну по нашему Может Ирина Помолитесь о ней И сразу Выслала деньги Только поговорила И выслала деньги Человек Которого Никогда не видели Католичка Но она уж Совсем православная Все на одной Книге мою Купила Выслали Ровно один Месяц Книги Так Сережа Давай Магазинник А можно еще Дать Тихонич Во время Игнати Тихонич Когда говорил Десколько раз Прозвучало Есть икона Православная Нет икон Нет православной Вот у меня Такой вопрос Я очень много Сейчас общался С пятидесятниками И возник такой вопрос А не превратилось Ли у нас Православие В икола Поклонения Вот смотрите У нас Храм Во имя Иконы Не во имя Богородия Во имя Иконы Казанской Божьей Матери Во имя Иконы Владимирской Каноны Посвященные Иконам И молятся Иконе А не Образу На ней Запечатленном Вот как Вот это Никак Ну Разве Православие У нас Это Нету Православие Это все Что есть Что-то Православие Ты думаешь Что у старобрядцев Меньше православия Я сейчас Начну Тебе Через две минуты Руки поднимешь Ты послушай Канадский Мы не могли В начале это было Милетий, Милетий. Нет, это два было перста, да три. Потому что арианство было. Они не соображают. Почему? Арии говорит, что никакой троицы нет, поэтому в пальцы сложили, вот троица, вот Арии тебе, смотри. Вот троицу мы исповедуем-то. А у старобрядцев два, когда монофизиты появились, монофизиты, они моно, то есть он или бог был, а другие говорят, нет, человек только был. А мы говорим, что это бог и человек. Вот оно, старобрядческое. И они исповедуют так. Ну так я говорю. Но то и другое при совершении крестного знамени не соответствует действительности. На кресте бога человек не умирал, в человечество оно умирало. Поэтому, ну понятно, что он говорил, жажду бог не жаждет, это человечество. Человеческое в нем. Бог не страдает, не гневается, не плачет, не молится. Христос там сидел, он молился, он страдал, называл отцом. Бог, он никому будет молиться, самому себе. Поэтому объяснимо с той такой композиции, что он был и человек, с большой буквы. И называется не Сын Божий только, но и Сын Человеческий. Верующий в Сына Божий, имеет жизнь в Человеческий. Если мы это знаем, вопрос встал на место. А как правильно, я сколько раз говорил. Крест, он должен изображать Христовы страдания. По плоти. А по плоти и как ему было? Руки и ноги, четыре и в бок пять. Католики молятся пятью. Вот и действительно это изображает крест, и страдания по человечеству. Но я не католик, я не молюсь. Но я объяснение знаю. Первые христиане молились, поднимали один перст. Не написано какой. Ну я думаю, что указательный, так принято. А какой рукой? Не написано, но я думаю, правый, так принято. Черт, я левый-то буду. А что означает? У вас пятьсот божеств. А это все фикция, нету. Один. Христос Рыгна, Христос Царствует. Хотя в псалмах написано, и Господь Царствует. Христиане повернули. Христос Царствует. Теперь понятно, что там нету ни Марса, ни Юпитера, ни Венеры. Христос Царствует. А львы уже несутся, их пожирает. Христос Царствует. Вот. Старобяцы, почему они молятся одним перстом? Все. И поэтому. Так приняли при князе Владимире. Ну на этом остановился. А другие так. Ну как правильно. Еще раз говорю, то и другое в равной степени было божественным. И Милетий, когда показал, у него как молния сверкнуло. Да это два перста. Да и не было Милетий при двух перстах. Вы еще глупости гороете-то. Не было. Это был вызов тому, что в это время зародилась ересь. Старобряцы вот показали два. То есть он богочеловек, а не только бог на истории учил. И не только человек, там какие психи учат, то. Я к примеру говорю. И оно имело объяснение и правильно, но не при совершении крестного знамени. Крестное знамение я изображаю на себе животворящий крест. А на кресте богочеловек не умирал, троица не умирала. А где ты считал? Я нигде не считал. Я просто размышлял, молился и пришел к этому выводу. А если я молюсь, это так? Я так молюсь. Это не смертельно, но я должен знать. Вот когда спорят, а как квасный хлеб, вот у батюшки там. Ну, Татьяна, квасный? Квасный. А Христос совершил на опресноках. Да кто прав? Ну, кто прав-то? Вы тоже на квасном. На каком основании? А священник отвечает. Ну, это тело-то живое. Ну, и что? Ну, когда поднимается тесто, то пыхтит, говорит. И как живое? Да то вообще не пыхтит. Ну, оно поднимается так. Христос на опресноках совершил. Написано, были дни опресночные. А Христос мог совершить на квасном. Его сразу убили. Написано, смерть. Ученики сразу бы отвернулись от него. Первая литургия, если так называть, присуществление. Это тоже более позднее выражение. Было на пресных хлебах. Все. Пошли. Евреям, 3 глава, с 7 по 11 стихи. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда вы слышите глаз его, Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения, в пустыне, Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Сказав о надежде и о том, что с уверенностью нужно ожидать там награды и успокоения от здешних трудов, Далее доказывает на основании слов пророка, верующие войдут в покой, а неверующие не войдут, как не вошли и древние. Ибо после того, как евреи перешли через Черное море и получили в пустыне бесчисленные доказательства Божие, Попечения о них и силы, они решились послать саглядатаев, чтобы осмотреть природу земли, в которую намеревались войти. А отправившиеся, возвратились и с удивлением говорили о природе той земли, о том, что ее населяют люди непобедимые. И вот народ, которому должно было обратить внимание на непобедимую силу Божию, пораженный этими словами, возраптал и решил, что ему должно возвратиться в Египет. Посему Бог, разгневавшись на то, что он так скоро забыл о стольких чудесах, поклялся, что возраптавший род не войдет в землю обетования. И действительно, весь он погиб в пустыне, кроме халева и Иисуса Новина. «Поэтому, если Давид, говоря после этого уже рода, сказал, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, то для того, чтобы вам не потерпеть того же, что и правцы ваши, и не лишиться покоя, ясно, что он говорил о каком-то другом покое, который мы должны приобрести. Ибо если они действительно достигли покоя, то для чего он говорит, ныне не ожесточите сердец ваших, как отцы, чтобы и вам не войти в покой? Какой же это другой покой, как не царство небесное, образом которого служит суббота и преобразовательно совершившийся вход в Палестину детей того неуверовавшего рода? «Ибо три покоя, покой субботы, когда Бог почил от дел своих». Об этом покое Давид не думал теперь говорить, так как он был уже давно. Другое – вступление в землю обетования, войдя в которую иудеи должны были успокоиться от войн и странствования. И об этом, и не об этом говорит теперь, ибо Палестина тогда, во времена Давида, была уже занята евреями. Каким же образом Давид стал бы говорить о ней, когда еще не приобретенный? Итак, он разумел иной покой, в который Иисус на вин не мог ввести свой народ. Какой же это покой, как не покой на небесах? Поэтому старайтесь, чтобы вам не лишиться его по неверию, подобно нашим правоцам. Таков смысл всего этого весьма многозначительного места. Его должно исследовать по частям. «Но заметь, что не должно от Бога требовать отчета, а должно веровать в Него, спасает ли он от бедствий или нет. Обвиняет их также в том, что они искушали Его, то есть без испытания не надеялись на Него, как всемогущего». «Слышали, Бога не надо испытывать. Он назначил в 12 часов, в 666, даже вопрос не надо никогда ставить. Написано, вот это искушение. Он не дает никому отчета, он сказал и все. «Ну, ты знаешь, вот я медика спрашиваю, сколько в человеке косточек разных? Ну, вот это вот косточек, вот это одна косточка, вторая, вот третья. Вот развалился человек, как говорится, и кости его рассыпались. Ну, лет через 20 раскопают, там косточки лежат. Греки там, если, то такое там, святое, они там косточки промывают отдельно, в ванночки складывают. «Ну, сколько? Около 280. Около 280 у человека. 600? 200. Нет, около не надо. Косточек у человека 280. А вот я вам задание даю, на следующий раз узнайте. «Анки 280 примерно. Это большая разница». «Я у Гугла спроси». «Нет, не то и другое не гадное. Виктор Андреевич! Виктор Андреевич! Ну, задайте, позвоните. Любовь Николаевна, она кончила с отличием. Юлия Викторовна, она с отличием кончила, с красным дипломом. Спросите, знает, нет?» «А по собакам есть?» «И вот сколько у человека в косточек, столько заповедей в Ветхом Завете!» «Все, попятилось? Вот то-то и оно!» «Заповеди не истите словы, а другие там, там, мой руки, там, ну и все проще такое. Какая связь между этим? Или подогнали под это?» «Да чего-то Талмуд? А ты знаешь, что такое Талмуд-то?» «Ну, эта книга толстая. Это 12 книг!» «Двенадцать вот моих книг возьми, вот половину, прочитай их». Там все абсолютно описано. Ну вот мы двое рядом живем. У него голуби и у меня голуби. А потом голубенку видели в клумбу, молоденький, упал вечером. Он говорит, у меня такие есть. Я говорю, у меня такие есть. А чей голуб-то? Нам охота каждому к себе. А у них так, простое, шагами или метром, замерьте, кому ближе, тот и все. Да он неправильно, он мог хоть куда улететь-то. По-другому никак. Ну, как вот считаем мы, Моисей говорит, если нашли убитого, ну а кто убил-то? Нигде нету, он убежал где-то. Ну, обвинять того, кто ближе всего живет. Разве это справедливо? Пока никак. Но обвинять, это означает, что он доказывает, что не он. Ну, кого-то надо брать, уголовное преследование воздвигнуть. При двух или трех свидетелях всякое слово истина. Бог сказал, на их три свидетеля на каждом шагу и все лживые. По-другому нету. Ну, тройки-то, тройки-то, расстрелили людей-то тройки были. А то уж четыре нет, а на это три. И расстрелять-то ни худо, ни бедно. 66 миллионов исчезло. Миллионов! Так, сколько? Википедия говорит нам, скелет взрослого человека состоит из 220 костей. 29 костей образуют череп. 31, 34 позвоночный столб. 25 ребра и грудину. 64 скелет верхних конечностей. 66 скелет нижних конечностей. Ну, еще посчитай другие места. Ты найдешь там последняя цифра, должна быть, кажется, 1 и 31. Речь идет о сотнях. А вот узнаете, сколько. Почему? Я не оспариваю ничего. Но это есть очень общепринятое. Сегодня много что есть. Я вот что-то узнаю, а потом сравниваю. Нахожу другое. Сделаю запрос, а сколько считается это в Англии. Как врачи рассматривают. Они очень резко отвечаются. Прямо резко. То, что у нас считается ядовитым, или на Западе ядовитым, у нас как раз, что доктор прописал. У нас от всего что. Хорошую щарку самогона и все. И простуда вылетело. Все. Она не спит, размышляет. Тихо. Оговариваться не надо. У меня глаза болят. А не надо оговариваться. Я вам сказал о маленькой, допустим. Почему так боязливы-то? Создавал бы только молитву, прям от меня не трожь. Первый шаг не сделан. Отвергнись в себя. Тебе разницы нет. Ну, вот не знаю. А как отвергнись в себя? Он говорит, ну а как понять? А идут дороги так, обожди. А ты что там видишь далеко? Ну кладбище. А там богатый такой памятник. Недавно только похоронили прокурора края. Так иди ему и говори самые плохие слова, какие ты знаешь. Он подошел и давал кровопивец. Ты неправильно решал. Тебя выдали, деньги получал. Коррупционер. Ну все ему сказал. Лоббировал чужие интересы. Сам в офшорное предприятие вложил средства свои. Ладно. Пришел. Ну и как? Молчит. А теперь иди, самый лестный. Да ты такой раз в твой ветвый-то рождается. Да ты умница такой. Молчит. Вот таким и будешь. Ну что ты или перья придумаешь. А Захария сорвал себе камилавку и ногами вот так вот давай на ней топтать. Вот так ты позволь, что перья стоптали. Ты молчи. Простое доказательство. Все. Все? Можно сказать? Та не, а вот Сергей. Сергей. Вот с окончанием занятий я хочу сказать, что я только сорвнулся из-за Бакана. Отец Геннадий Фаст передавал глубокий поклон. Особый поклон он передавал Игнатию Тихоновичу, Игнатию Васильевне. Говорил, что помнит вас и любит. Да и мы его любим, помню. Молимся ежедневно. А то Геннадий, он сейчас доктор богословия. Ну все, Никита что-то хотел спросить сейчас. Никита, давай. Все, ты закрыл уже, молишь. Ну давай, открой. Ну вот такое окружение. Ну, самолица, давайте, где у меня армия-то моя? Полина. А где парень-то? Вот Полина. А где парень-то самый молодой? А, нету. Никита самый молодой. А где? Ваня, вот он, иди сюда. Ванечка, Володя. Вон, почему это Тарасик. Тарасик, заходите сюда. О, отойди в сторонку. Вот и моя гвардия. А почему вы ставите околостя самых маленьких? Потому что они больше всего нуждаются в защите. Больше никакого ответа дать не могу. Ну и 45 лет я этой практики поддерживаюсь. Мне не надо нигде искать. Он мне на ухо шипнет. А ему Ванька тут ухо надрал где-то отдельно. Теперь с Ванькой будем разбираться. Пойте. Застойно и всякого истину Блажите Тя, Богородицу, Ты снаблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога Слова Родшую, Сущую, Богородицу Тя величаем. Дайте, хоть молитесь. Отец наш Небесный, Ты дивно, велик, и долготерпеливый, и многомилостивый. Мы предстали перед Твоим величием, Чтобы прославить Твое святое имя. Оно дороже всего, что есть. И Слово Твое свидетельствует нам, Что Слово Твое превыше всякого имени. Хвала Тебе, что Ты оставил нам Слово, Понятное, приемлемое нами. Воздай милостями всем переводчикам, Которые сделали его доступным для нас. И чем согрешили мы и в этот день, И до сего часа. Прости нам всем. И благослови нас на предстоящее время. Тебе, Господи, хвала и слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву Воздиание рук, как жертву вечерней, Благухание приятное перед престолом Благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши Божий всемогущий И исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. Божий дивный, Прими нашу молитву И исполни о всех, Заповедавших нам, Молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, владыка, Слушайте, да слышит раб Твой. Аминь. Сегодня занятия. Скажите, сколько у нас сегодня было на занятиях? Сколько человек сейчас здесь было? Нет, не считай. 18 взрослых, по-моему, 6 детей. Сколько? Я спрашиваю, цифру. 27 человек. 27. Игорь говорит 27. А я насчитал 24. И я 24. Люда, у тебя денежки есть? 300 рублей, да? Ага. Спасибо, конечно.